В столице полдень. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Патагос Саркулова. Здравствуйте. Комитет по финансовому мониторингу Минфина пока не подтверждает информацию о задержании бывшего министра здравоохранения Ельжана Бертанова, которую распространяют с утра в соцсетях. Давать официальный комментарий в ответ на запрос нашего телеканала в комитете отказались, ссылаясь на необходимость сохранить тайну следствия. Как сообщил пресс-секретарь комитета Арман Жунусов, официальный комментарий будет предоставлен в понедельник. Между тем, в двух регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 31 октября, по прогнозам синоптиков КАЗ «Гидромет», туманно будет в Акмолинской и Карагандинской областях. Акмолинская областях 461 новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в нашей стране за минувшие сутки. Выздоровели 123 человека. Больше всего инфицированных в Восточно-Казахстанской области – 233, в Акмолинской – 39 и в Нур-Султане – 31 человек. По данным Минздрава, всего в Казахстане на сегодняшний день подтверждено почти 112 тысяч случаев COVID-19. А этой ночью еще 62 казахстанца прилетели из-за границы без ПЦР-тестов. Всех пассажиров отправили в карантинные стационары на неделю. Ранее прибывших изолировали на двое суток. Срок изоляции изменили на днях, согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача. Всего сегодня на родину вернулись 799 пассажиров. Рейсами из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси. Отмечу, что иностранные граждане, в отличие от казахстанцев, обязаны иметь при себе актуальную справку об отсутствии коронавируса. В противном случае их не запустят на борт самолета, направляющегося в нашу страну. Исключение – лица, у которых есть вид на жительство в Казахстане. С наплывом больных с COVID-19 не справляются на Балканах. Власти Сербии сообщили о строительстве дополнительного госпиталя на тысячу коек в столице. Между тем, из-за экономических опасений правительство не спешит с введением новых ограничений. Всего с начала пандемии больше 45 тысяч жителей Сербии заразились коронавирусом. В соседней Боснии накануне зафиксировали почти полторы тысячи новых случаев инфицирования. Наиболее напряженная обстановка – в Сараево, где больницы оказались не готовы к потоку пациентов. Для стабилизации ситуации власти пообещали закупить дополнительное оборудование для медицинских учреждений. В Северной Македонии за последние три недели каждые сутки показатель по заражению вырос в четыре раза. На помощь больницам секретарь от НАТО выделил 60 аппаратов ИВЛ. Также власти ввели обязательное ношение масок в общественных местах. 24 человека погибли и больше 800 пострадали в результате разрушительного землетрясения в турецкой провинции Измир. Там до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей, оказавшихся под завалами. В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции просят жителей самостоятельно не входить в дома, пострадавшие от землетрясения. ЧП также затронуло и греческий остров Самос. Там в результате землетрясения погибли два человека. Напомню, накануне вечером землетрясение магнитудой больше 6,5 баллов произошло в Турции. В поисково-спасательных работах задействовано больше 4000 специалистов. По словам министра окружающей среды и урбанизации Турции, сейчас вблизи районов с наибольшим ущербом идет установка палата к общей вместимостью до 2000 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Просим наших граждан не заходить в разрушенные дома. Мы расставили временные палатки и обеспечиваем всех пострадавших питанием. Мы постоянно находимся на связи. По сообщению Министерства иностранных дел Казахстана, среди пострадавших во время землетрясения граждан нашей страны нет. Но если вы или ваши родственники все же пострадали в результате землетрясения, за помощью можно обратиться к почетному консулу Казахстана в Измире. Его номер сейчас вы видите внизу экрана вашего телевизора. Тем временем в Стамбуле прошло четвертое заседание научного совета по здравоохранению Турции. Представители стран Тюркского совета обсудили текущую ситуацию с пандемией коронавируса и перспективы на будущее. Делегацию из Казахстана возглавил министр здравоохранения Алексей Цой. В своем выступлении он отметил, что, цитирую, «эпидемия коронавируса стала проверкой единства и почности сотрудничества стран совета, продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией». В мероприятии также участвовал и директор Европейского регионального бюро ВОЗ, а также министр здравоохранения Турции, Азербайджана и Венгрии. И о хорошем во Франции, где сортов сыра, что дней в году наша соотечественница наладила производство чечила. В народе его еще называют сыр-косичка. То, что является привычным продуктом для большинства казахстанцев, французам в новинку. О том, как уроженка Шимкента решилась удивить французов сыром и что из этого вышло, в репортаже Алии Сыздыковой. У Лязат Атабек Тюфро с молоком связана вся семейная жизнь. Сначала ее с мужем соединила работа на казахстанской молочной компании, а позже здесь, во Франции, семейная ферма стала общим делом. Производство молока давно налажено, но бывший дизайнер, обосновавшись во французской глубинке, настойчиво продолжала искать возможности для роста. Сегодня в собственном мини-цехе Лизат сама удивляется тому, как решилась на этот сырный челлендж. Несколько лет попыток, поиски рецепта, многочисленные бюрократические процедуры, рискованные инвестиции и самый искушенный в мире потребитель. Больше французов про сыр, кажется, не знает никто. На кухне сыр варился в течение двух лет, наверное. То есть какие-то пробы были. Мы давали пробовать соседям, знакомым. То есть на кухне все это начиналось в течение двух-трех лет, пока мы пришли к той мысли, что мы готовы, наверное, можно. То есть мы видели, что сыр понравился, что у нас какой-то более или менее уже четкий рецепт. Между прочим, мы рецепт тоже адаптировали под французский вкус. То есть он немножко менее сушеный наш сыр и менее соленый. Сыр от казахстанского сыровара понравился не только соседям. Для французской деревни достойный местный продукт сродни достопримечательности. Это предмет особой гордости. Поэтому в ресторане «La Terras d'Evro», где работают исключительно с локальными производителями, этот фермерский сыр вошел в карту, а фото самой Элизад появилось на стене. Этот сыр мы используем для галет. Он очень вкусный, нравится детям. Сыр хорошо сочетается с помидорами био, которые выращивают их соседи. Это тот самый продукт, который местными жителями очень и очень ценится. Есть итальянская моцарелла, а есть сыр, который наш. Изменили Анвале. Мы рады иметь в карте нашего ресторана продукцию людей, которые внедряют и производят качественную еду. На достигнутом Элизад с супругом останавливаться не собираются. В планах расширить географию поставок на всю Францию. А со временем казахстанка думает увеличить ассортимент. И, быть может, однажды начать выпускать курт под маркой «Сделано во Франции». Алия Сыздыкова, Руслана Миржан, Хабар 24, Земли Луары, Франция. В Карагандинской области появился первый реабилитационный центр для детей. Там маленькие пациенты восстанавливаются после тяжелых травм и операций на сердце. Реабилитация включает в себя физиопроцедуры, массаж, механотерапию и лечебную физкультуру. Центр, рассчитанный на 30 коек, открылся в городе Тимиртау по программе государственно-частного партнерства. Здесь принимают детей со всего Казахстана. Абсолютно все лечение бесплатное, включая четырехразовое питание и услуги круглосуточного стационара. Для того, чтобы попасть к нам, необходимо обратиться к врачу по месту жительства, чтобы выставили на портал бюро госпитализации. Все время ожидания сейчас буквально один день. 31 октября – Всемирный день городов. Если раньше мегаполисы проектировали для машин, то сейчас приоритеты меняются. И теперь главная цель – комфорт. Такой приоритет есть и в мастер-плане развития столицы до 2030 года. Его недавно презентовали в Нур-Султане. Какие препятствия для комфорта существуют сейчас и как их планируют устранять, выясняла Вероника Боярова. Основная проблема современных городов – несогласованные интересы, так считают урбанисты. У проектировщиков одно видение города, а у жителей другое. Чтобы впредь подобного инфраструктурного диссонанса не допустить, жители столицы теперь будут вовлекать в процесс планирования. Это такой момент, когда человек сажает же дерево, трепет, эмоции пережил, посадил и ухаживает за этим. И вовлекаясь, тем самым будет более трепетно относиться к этим мафам и к этому двору. Это не получится так, что Акимат просто себя какую-то ношу большую... Нет, нет, это не говорится о том, что, допустим, все малые конструкции будут делать жители. К примеру, какую-то одну беседку, вот допустим, одну беседку жители города могут, в принципе, и сами сделать. Ну и то, это пожелание. Если не хотят, то есть все, Акимату окей. По словам сотрудников Акимата, даже дети смогут участвовать в проектировании и выбирать, с какой горки им спускаться. И на какой качеле кататься. Комфортный двор для детей и их родителей – это одно. Важно, чтобы и другие участки города были удобными. Сейчас столица в меньшей степени приспособлена для пешеходов. Но уже в обозримом будущем планируют предоставить транспорту только 50% от всего городского передвижения. Для этого хотят убрать барьеры и видоизменить пешеходные переходы. Мы должны понимать, что 30% населения – это маломобильная группа населения. Это матери с детьми, это старики, дети и вообще кто-то, ну, кто проживает. Поэтому такое население требует внимания, и мы должны создавать именно надземные переходы. Потому что именно надземные или подземные – это, опять же, барьер. Человеку приходится спускаться вниз, переходить. И город не планирует строить надземные или подземные переходы. В планах и строительство новых связей между городскими точками. В перспективе в столице будут три центра – исторический, район Евразии и бульвар Нурлыжол. Зарубежные эксперты считают, что это не совсем удачный подход. На мой взгляд, должно быть больше. Потому что окраины так и будут деградировать, потому что вы ни один из центров не вынесли на периферию, чтобы там действительно возникло какое-то вот это, ну, как бы, не называть центром это в таком, в глобальном смысле, но какую-то точку роста нужно создавать, чтобы там периферия тоже не деградировала быстрее, чем развивается сам город. Эксперты считают, что в городе есть недочеты, а вот жители все устраивают. Говорят, к существующему укладу привыкли. Столица – комфортный город для вас? Да, комфортный. Очень удобно, очень хороший город. Светлый, уютный, чистый, прозрачный. Хороший город. Прямо как за границей побыла. Серьезно? Серьезно. А вы откуда? С Паладар. К слову, за границей насущную для нашей столицы проблему мостовых соединений решили по-своему. Так, в Берлине такой же участок реки обслуживают 24 моста. В Нурсултане же для связи между левым и правым берегом активно используют только три, как следствие пробки. Приблизимся ли мы к немецким показателям в будущем и притворят ли в жизнь остальные задумки мастер-плана развития Нурсултана до 2030 года, покажет время. В этом году по программе уже благоустроили 150 дворов и 54 городских пространства. Вероника Боярова, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. В Петропавловске живет женщина-магнит. К телу 67-летней Галины Малашенко прилипают ложки, вилки, крышки от кастрюль и даже мобильные телефоны. О том, как пенсионерка открыла в себе эти необычные способности, расскажет Нургуль Ахметова. Алюминий, железо, пластик, даже карты и колода висела. Телефоны у вас здесь приклеиваются. Галина Малашенко обычная пенсионерка, которая однажды хотела просто попить чай, но в этот момент к ее телу прилипла ложка. Тогда она не поверила своим глазам, а потом начала экспериментировать. Оказалось, что притягивают не только алюминиевые столовые приборы, но и пластиковые предметы, пульты от телевизоров и даже мобильные телефоны. У врачей во многих спрашивала, показывала, они просто удивляются, руками разводят, говорят, это вообще феномен такой непонятный, даже в институтах не могут это изучить. А не так давно Галина Малашенко открыла в себе новые способности творческие. Она увлеклась рукоделием, шьет одеяло, подушки, изготавливает декоративные изделия с помощью воздушных шаров. Вот эта бутылочка мне вообще нравится. Я ее еще не доделала, она как эксклюзив у меня. Здесь можно наливать в нее. Открывается. Вот она, донышко. Я ее не додела. Здесь хочу цветочки сделать, тоже вот такие черненькие. Пенсионерка говорит, из-за карантинных ограничений старается меньше выходить из дома, а тут и занятие по душе нашлось. И только что стало известно, из-за густого тумана, окутавшего Нур-Султан, задерживаются некоторые рейсы. Так, почти на полтора часа отложен вылет из столицы в Шимкент и Павладар. Ожидают вылета два борта в Караганду. И на этом у нас все. Я также напомню, что все наши новости доступны на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин